всем привет друзья пересаживаю свои новички значит смотрите грунт верховой торф и мох с фавном больше ничего здесь нет ничего не хочу добавлять первое я буду пересаживать колладиум я его не буду разделять я так поняла что он от одной картошки растет вот она большая картошка вот с этой стороны она немножко какая-то знаете как сдутая подмятая но я не буду чистить ее и ковырять потому что и если честно я не знаю нормально это для нее или ненормально все таки она была во влажной среде она была полита а тем более смотрите вот с этой стороны она была посажена неправильно потому что смотрите вот это вот но здесь ничего не растет а вот здесь вот видите откуда растут то есть получается картошку не положили а как-то там поставили то есть если бы она вот так лежала вот эти вот веточки они бы кверху росли листики и по всей вот этой вот вот она широкая какая вот и по всей вот этой на поверхности картошки росли бы листики а так как ее просто вот так вот бросили да видите не плашня а вот так стоя боком они вот так и растут вот с одной стороны с верхней части на растут в бок но мне придется так и сажать ее и дальше потому что что я сделаю и на следующий год если все у нас с ней срастется то на следующий год я ее выкопаю и поправлю посажу правильно потому что в зиму по идее она должна скинуть будет все листья и заснуть и тогда вот по весне когда я буду будить я этот клубенек поправлю а сейчас не хочу ничего делать посмотрите вот один два три вот они растут раз два три листика вот четвертый листик вот это вот молодой видите столько начала расти зачем я его буду трогать конечно не буду поэтому мне придется тоже ее вот так вот стоя ставить но я немножко ее пододвину краю вот сюда для того чтобы дать возможность листьям развиваться вот здесь чтобы они потом не упирались в стенку немножко даже под наклоном сделаю может быть они как-то потом выпрямятся всегда при пересадке вот таких растений когда я приминаю землю я все время боюсь невзначай надломить там но корешок еще не так страшно если надломится да а вот если деточка которая там лезет листик который начинает наклевываться если его надломить то это будет обидно согласитесь друзья полную земли я не буду насыпать и вот этот лист хочу я приподнять это вот у меня таз я сюда высыпаю старую землю кстати вот сидела она в земле вот этот колладиум сидел в хорошей земле видите с перлитом то есть это не рыжий какой-то торф который не отодрать это вот была такая вот благоемкая рассыпчатая земля с перлитом поэтому не знаю может быть оно где-то было выращено в теплице как-то сейчас вот нужно вот этот листик я нарко цветоносу вот так вот прицеплю и они будут стоять не без палки не будут стоять придется за палкой идти под руками нет под руками ничего нет это как-то плохо где-то ведь была у меня палочка выручалочка ну вот сейчас вот такую маленькую возьму вот такую маленькую сейчас возьму но все равно она хотя бы это хоть немножко будет держать вот этот лист вот так уже будет поинтересней да листья хотела обрезать вот эти вот сухие плохие места хочу вырезать ну пока а потом когда уж он сам отсохнет тогда отсохнет может быть это при транспортировке что-то с ним случилось а может быть с поливом начудили потому что вот такие вот вещи на листьях это всегда первый признак что с поливом что-то не так верни как с поливом неправильно поливали и с корнями проблем но вы видите корни все хорошие у растения там все хорошо хотя вот картошечка немножко сморщенная значит какой-то момент все-таки был залив у растения скорее всего его перевлажнили в какой-то момент цветоносца он дальше не раскроется друзья все вот он чуть чуть побольше раскрылся хотя вот наверно до конца покрывало должно лопнуть но нет это у спатифилума раскрываются вот эти покрываются полностью а алаказия как их агланемы колладиума у них вот такие початки они до конца не раскрываются вот вроде поставила да смотрите красивый листик стоит все отставляем в сторону этот цветок и сейчас будем вытрясать рукой биркин сейчас буду вытрясать посмотрим что в нем ну что друзья я жду от вас советов как все-таки лучше мне этот биркин поставить все-таки нужен ему яркий свет прям солнце солнце или не нужно так здесь похоже кокосовое волокно что ли или нет то в какой-то какая-то непонятная субстанция корневая в принципе хорошая но корни видите темноватые видать было тоже переувлажнено сейчас попробую вот подрасковырять вишни что тут убрать посмотреть все ли тут корни хорошие а то может тут какие-то просто намотанные а уже не живые и могут отвалиться иногда знаете начинаешь вот так вот разгребать коробком а там отсоединяются корни такие уже отгнившие а зачем они мне с одной стороны пихать их все вот это вот зачем мне пихать в новую землю когда я могу немножечко растрясти и убрать то что плохо выглядит я не рву ни в коем случае я просто пальчиками вот так вот как бы как бы перетираю между корнями эту землю как бы ее вытряхиваю вот пересадками я по разному отношусь иногда я прям с удовольствием сижу потрошу смотрю что там корни сажаю иногда как то вот без энтузиазма и в любом случае когда я пересаживаю мир все время какой-то знаете такой вот страх повредила не повредила зря не зря лучше или хуже и как пойдет но здесь даже не сама пересадка страшно как полив после пересадки надо точно понимать какое растение нужно поливать какое нет и как сильно нужно поливать вот видите здесь вот прям серединочки корни все молоденькие свеженькие беленькие все хорошенькие а вот это вот копна тут вот непонятно они целы или не целы они прям ну как они в горшке просто не умещались уже видите они все сложились завернулись нет все корни вроде хорошие конечно когда я так делаю все равно какие-то корешочки отламываются отлетают но я так думаю что это я же не дерусь сильно я так думаю что это слабенькие корни которые от гнили они если отпадают ничего страшного в любом случае если допустим кто-то не хочет растить сильно большое растение да и хочет его сдерживать в том же горшке например при пересадке подрезаются корни подрезается там крона растения то есть каким образом можно в квартирных условиях домашние растения сдерживать рост чтобы они там не разрастались чтобы не приходилось каждый раз пересаживать все больше и больше и потом ведро и куда это ведро ставить то есть корни можно подрезать крон уже мы режем ветки мы режем и корни можно подрезать но это я так просто к слову как бы вспомнила я конечно корни резать не буду они не такие большие вот они хорошенькие и я сейчас посмотрю в какой горшок мне их посадить вот этот вот большеват или не большеват нет корней много прям пол горшка занимают я вот в этот горшок сейчас посажу только что-то я днище к нему не вижу куда-то у меня днище делось сейчас надо днище найти и ополоснуть его и тогда посадить видите какой красавчик яркий хочется же ему сделать все красиво хорошо чтобы уж он прям на новом месте сразу начал идти в рост и чтоб чувствовал себя замечательно чтобы радовал меня такими шикарными листьями чуть не найду поддон ладно посажу сейчас вот в этот керамический горшочек я как-то знаете двояко к керамическим горшкам отношусь с одной стороны мне они нравятся они смотрятся красиво добротно с другой стороны чтобы иметь много одинаковых горшков керамических это очень накладно одно дело когда там да у вас один подоконник с цветами там на полу например немножко на подставочке и у вас там в пределах 30 горшков можно подобрать одинаковые фактуры разные там по размеру они же бывают да вот и все красиво расставить но в моем случае когда вот так вот много цветов и у меня же очень много цветов стоит на подставочках полочках то во первых их одинаковых не накупишь это все очень дорого и много не накупишь очень дорого а самый важный момент они очень тяжелые вот для пола и для тумбочек они нормально а если уже ставить вот на полке на верхней там да как вот у меня по периметру полке это уже тяжеловато не всякая полка может выдержать такую вот тяжесть поэтому я керамические горшки какие имею я в них сажаю но они в основном у меня где-то либо на подставках либо на столиках большие там на полу хотя у меня есть на полочке там на одной в зале стоят тоже это керамические горшки наверху но они не очень тяжелые и маленькие но все равно я хочу их поменять на пластиковые а вот именно керамические их приспособить именно вот на столы на столы или там на металлические подставки чтобы там металлической подставкой стояла все одинаковые горшочки керамические но в этом году я это делать не буду на следующий год вот цветы как раз за год уже подрастут к следующему сезону да они уже видоизменяться уже будет понятно кого куда можно пересадить кого куда можно будет поставить и тогда уже можно будет говорить о том чтобы поменять и сгруппировать горшки по горшкам мало того что я по видам цветы группирую конечно когда у меня было мало цветов я это стояли кто где ну в одном месте всякие разные могли стоять сейчас я уже стараюсь группировать именно по видам чтобы они были рядом вместе так удобнее за ними ухаживать конечно ну вот красавчик вот какой горшочек он беленький с зелененьким как раз подойдет моему биркину он тоже беленький с зелененьким конечно тут какой-то кленовый листик может быть плющем было бы интересней посадить в этот горшок поставить там на тумбочку сделать какой-нибудь из проволоки вот такую дугу и плюща обвести и было бы интересно в этом горшке больше бы подошел но пусть пока сидит у меня биркин алаказию зебрину сейчас будут пересаживать очень легко вышел даже вот горшочек чистенький весь тут это были посажены растения в торфяную таблетку а потом вот эти торфяные таблетки методом перевалки уже пересаживались в горшок я так понимаю сейчас посмотрим только не сломать листик сейчас тоже также пальчиками ножка разрыхлю здесь вот что-то отрезали а что они отрезали может быть это вот обновить срез какой-то он подгнивший то ли лист обрезали то ли цветонос срезали видите какая-то гниль я лучше ее срежу а то круг от нее пойдет дальше ну и также сейчас вот пальчиками чуть-чуть вот так поковыряю разрыхлю посмотрю что там внутри так тоже вот легко грунт разрыхляется легко вывод высыпается отделяется нравится мне то что здесь нету какой-то клёплой земли или вот бывает торф какой в пробку превращается как пробка прессуется нету такого там хороший тоже рыхлая земля но я уже вам говорила почему я люблю пересаживать растения потому что во первых при пересадке ты видишь все ли нормально с растением внутри какие-то корни какие чего а вот плюс мне со своим грунтом я уже вам говорила я уже к нему привыкла мне проще за ними ухаживать но уход тут имеется ввиду в плане полива мне удобнее поливать уже когда у меня свой грунт когда я уже знаю его как он выглядит сухой как он выглядит мокрой нет нет здесь никаких этих торфяных стаканчиков это мне так показалось изначально просто тут что-то было шкурочка на какая-то нету вся хорошая корневая замечательная корневая вообще шикарная или они тоже до грунта такой неплохой какой-то черный но он рассыпучий и такой знаете он на ощупь как он какой-то как крупенчатый так горшок какой нам надо горшок вот такое интересно подойдет да я думаю подойдет да вот так вот если его поставить полностью туда вот лягут вот так и шоу ну и куда до краев не буду засыпать так ложись красавчик делить не буду я все думала может быть отделить на всякий случай чтобы у меня отдельно росла еще маленькая деточка на всякий случай вроде как про запас чтобы было растение да но она а нет она очень легко вот отделяется даже сама гляньте вот она очень легко сама даже отсоединилась так что я его посажу отдельно даже усилий не надо было никаких отделилась очень легко хорошо но и замечательно большое поставлю сейчас рядом с большими а маленькая пойдет в аквариум к маленьким грунт у меня как бы знаете не совсем сухой но и не мокрый видите поэтому я растение сегодня буду поливать но я их полью ближе к вечеру я их сейчас посажу поставлю пока вот здесь пропылесошу помою полы они у меня постоят немножечко а потом я их к вечеру чуть-чуть полью сильно обильно поливать не буду поливать буду маленькими дозами по чуть-чуть пока не пропитается вся земля влагой не хочу поливать обильно чтобы прям текло из поддона почему потому что сидели растения во влажной земле у них корни увлажнены хорошо у них земля была влажная поэтому сейчас вот они в моей земельке до вечера побудут и вечером я чуть-чуть увлажнен вот зебринка красавица сколько дней прошло сколько дней прошло в пятницу я их забрала сегодня воскресенье я думаю но сюда вот замечательно у нас поместится горшок мокрый сейчас на него опять все грязь налить нет но это ничего это ничего это все помоется после пересадки у меня всегда так мою горшки мою полы и я уже вам говорила я люблю пересаживать так что у меня прям в разные стороны все летит я тут ковыряюсь копаюсь я даже ведь так киабула чтоб к ногам не прилипала земля это все потом помоется пропылесосится потрется но зато прям удовольствие надо купить себе какую-то штучку есть есть какая-то такая штуковина она называется по-моему песочница именно для пересадки растений это такой коврик с бортиками он сворачивается разворачивается вы например хотите заняться пересадками вы достаете этот коврик вы его расстилаете там где собираетесь сажать и он с бортиками и вы в нем ковыряетесь сидите как вам нравится что вы хотите делаете сажаете пересаживаете переваливаете грунт ли замешиваете а потом когда поработали из этой песочницы просто высыпали то что рассыпалось опять ее свернули и убрали мне про эту песочницу рассказывала подружка у нее якобы там такая штучка была где-то она себе прикупила а у меня вот совсем вылетело это из головы это уже давно она мне говорила уже года три наверное назад она говорил что купила себе такую песочницу и я думала как бы мне такое хорошо было но я вот только сейчас про нее вспомнила да было бы хорошо ну вот где ее искать наверное нужно походить по этим магазинам таким садовым и наверное там нужно поискать посмотреть ну вот будет деточку меня отдельно сидеть сейчас вот эту красотку надо вытряхать надо вытряхать вот эту красотку вот ее даже не знаю в какой горшок сажать буду я думал что сначала я ее вытряхну погляжу что там внутри и тогда уже решу какой мне нужен будет горшок какие корни классные тут вот торф просто какие корни хорошая ее конечно можно было тоже разделить на два растения и одним например с кем-нибудь поменять на что-нибудь но если она крепко вот так будет сидеть переплетено конечно я уделить не буду это что у это деточка что ли это деточка надо очки надеть это нафиг чем тут оторву сейчас со слепо вот тут дождь детки на растут ой туда даже не буду лезть к шее сейчас вот тут чуть-чуть поковыряю слушать можешь вообще не ковыряй пересадить вот так чуть-чуть вот тут сейчас разлохматить и все да тут гляньте они кольцом обвелись тесно было так какой же мне горшок где же мне искать горшок это что проводки какие-то да да вот она деточка вот она отсюда между ними вывезла и тут вот еще по моему растут я так смотрю по моему это тоже детки лезут может быть корни конечно тоже так вверх поднимается может быть и детки не не буду растюху дальше делать трогать не буду делить ее сейчас буду искать и большой горшок сажать так как есть а детки которые подрастут потом к следующему году можно будет отделить так вот на продажу или на обмен а и вот она бульбочка вот они видите вот такие бульбочки у них отрастают и потом вот на этих бульбочках детки тоже растут вот еще одна бульбочка вот одна вот вторая да а лакате конечно шикарная все не буду больше потому что там сложно корни все переплели очень сложно и мне страшно хотя вот хочется побольше убрать ну вот где палец проходит наверное все таки надо по убирать где палец не проходит не надо где проходит наверное надо все-таки немножко их освободить потому что там все так спрессовано что и мне кажется и дышать-то тяжело ну вот как тут не мусорить вот так вот шелудить все в разные стороны летит но я больше переживаю не за грязь которую я тут швыряю кидаю я больше переживаю за растениями самое главное не сломать лист не отломить на какие-то корни не отломить там какую-нибудь детку а то что я хочу грунт убрать по максимуму это как бы нормально зачем мне тут старый вот этот торт спрессованный когда я хочу чтобы корни и свободно были там и дышали тем более что от этого торфа уже питания никакого не будет все что там было они уже корни забрали уже растения питание все оттуда выбрала я думаю ну судя по корневой и по той как тут все спрессовано я думаю что растение это уже достаточно тут сидела все запасы уже там питательные закончились а так если сейчас побольше расшуруду вот так вот хотя бы внутри туда сейчас свежий грунт попадет да он туда проникнет между корнями свежий грунт и внутри какие там корешочки они тоже будут питание получать вот они куски прям блин сколько я уж этих кусков по вытащила а то они там могут даже и гнить потом представьте будут вот эти куски там гнить и растение будет страдать а я потом пожалею что не распотрошила когда растение начнет болеть пропадать я потом пожалею что не распотрошил лучше сразу избавиться от всего ненужного и знать что уже с растением все хорошо корешочки свободные корешочки все живые никаких там кусков нету вот гляньте одни куски вот эти внутри вообще все посадила друзья большой посадил без вас потому что у очень громоздкое растение очень такой широкая листья длинные широкие с вами было бы это все равно делать неудобно как я уже сказала сейчас разнесу все цветы по местам потом займусь уборкой уже ближе к вечеру полью ну не знаю на местах я вам их сфотографирую или не сфотографирую может быть и покажу как они на месте смотрятся как это все вместе будет выглядеть а на данный момент друзья с вами прощаюсь благодарю всех за дружбу и поддержку спасибо что были со мной счастья вам и здоровья берегите себя и своих близких с вами была я любовь садик цветов это я вам показываю уголок где мне живут колладиумы и аллоказия вот в таком аквариуме в большом высокие стоят этот колладиум новый пока сюда поставила здесь вот большие аллоказии тут вот место вакантное видите горшок стоит пустой это вакантное место это вот ваенте моя вот она новая которую я посадила вот один мой колладиум вот этот в белом горшке все так еще никак и не проснется но говорят он может и не проснуться уже в этом году до следующего скорее всего у него был маленький слой земли сверху и ему наверное было холодно и возможно с ним что-то случилось но луковица целая и клювики там есть такая то вот все тут малыши это пенек у меня от моего пропавшего вот еще раз заглянем по краешку тут фикусы стоят вот она зебринка и скат зебринка и скат назад их вот так поставила вот мой уголок зеленый